Всем привет! Я сейчас еду с... Кому это надо? Ну и куда ты, дорогой мой, ездишь? Вот так вот. Теперь ты медленно едешь, 60 майлов. Куда ты едешь так медленно, 60 майлов? Все гонят 80 вокруг. Привет всем! Опять хочу снять видео на тему «Спорт для женщин. Кому за?». Вы понимаете, это так легко посмотреть, взять, сесть, посмотреть видео о всяких физических упражнениях, как нужно их делать. Вот мне нравятся видео Бубновского, других видеоблогеров, которые сами на своем опыте убедились, что такое плохо и что такое хорошо, когда мы занимаемся тем или иным видом спорта. Мы посмотрели, послушали это как сказку. Закрыли компьютер и забыли про это. Но для того, чтобы начать гореть, для того, чтобы начать хотеть заниматься спортом, не заставлять себя, нужно найти то, что вам нравится. Это всем известно, это всем понятно, но все равно почему-то людям. И мне было очень трудно найти, чем бы я хотела заниматься до тех пор, пока я просто не встретила человека, который любительски играет в теннис. А именно это был мой муж, который меня стал учить и который меня к этому делу стал приучать. И мне это очень понравилось. И сейчас я себе не мыслю просто, что я когда-то даже просто перестану ходить на теннисной курт и играть. Самое главное – это движение. Не важно, как мы играем. Мы очень красиво бьем по мячику ракеткой, как профессионал. Или мы там как-то замахиваемся этой ракеткой. Самое главное – это движение. Самое главное – это начать играть. То есть, самое главное – начать играть. Вовлечь себя. Дело второе – уже потом вы сами будете ходить и вас уже не оттянешь от этого. Я уверена, что сейчас теннисные курты строятся повсюду. В городах не только больших, но и в малых. И для того, чтобы просто даже попробовать, понравится вам играть в теннис или нет, нужно несколько раз прийти туда. Нужно посмотреть, поговорить с людьми, которые играют. Купить ракетку, спросить, какая ракетка вам нужна для начинающих. И когда вы начинаете, не обязательно сразу, и вообще даже не сразу, не обязательно, как вы будете ударять по мячу, как красиво будет смотреться ваша игра в теннис. Это совершенно не обязательно. Потому что все равно, если вы начнете играть, то есть заниматься этим спортом уже за определенный период, значит, сколько вам там, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 лет, вы уже, конечно, не будете выглядеть профессиональным игроком, но самое главное – это просто играть. Самое главное – это движение. Самое главное, что вы находитесь на свежем воздухе. Самое главное, что вы будете встречать новых людей по интересам. По интересам, потому что вы будете играть вместе, и вы заинтересованы. Вы будете встречать не только новых людей, но, возможно, и вы будете встречать новых друзей, которые станут вам интересными, ваша жизнь станет интересной. И вы начнете общаться, и ваш образ жизни вообще-то поменяется только благодаря тому же, что вы начали свою жизнь с какой-то новой страницы, начали играть в какой-то вид спорта, начали чем-то заниматься, начали выходить из дома. Поверьте мне, это очень прекрасно. И сама я начала играть. Мне было 52 года, когда я начала играть в этот теннис. И не хочу сказать, что выгляжу я профессионально, что я правильно ударяю по мячу. Нет, для меня это не главное уже. Для меня главное – это excitement, это наслаждение от самой игры. Пойдите туда, где люди играют, поговорите с ними, пойдите на YouTube и найдите клубы. Теннисные клубы, которые у вас находятся в городе. И позвоните туда, зайдите туда, поговорите для начинающих, какую ракетку вам купить, с чего вам нужно начать. Не обязательно платить большие деньги для того, чтобы обучаться у частного тренера. Меня обучал муж, он не такой уж большой профессионал. Конечно, может быть, мне повезло, что был человек, который просто мною занимался, обучал меня игре в теннис. Ну, это можно сделать... Слушайте, если вы чего-то хотите, то вы всегда этого добьетесь. Вы узнаете, и где этот клуб, и какую ракетку купить, и с кем познакомиться, и как начать играть. Главное дело – это желание. Будет желание, и придет все остальное. Теннис, во-первых, повышает выносливость. Ну, вот смотрите, когда мы играем в теннис, эта игра заставляет нас попыхтеть. То есть мы сопротивляемся изнашиванию. И это занятие можно назвать аэробическим, то есть это чистой воды аэробика. Исследования, которые были опубликованы в английском журнале спортивной медицины, установили, что теннис в значительной мере повышает сердечный ритм и является интенсивной тренировкой, которая может помочь достичь высокого физического уровня. Это так. Во-вторых, теннис улучшает состояние костей, что я считаю одним из главных преимуществ этого спорта. Потому что эта физическая нагрузка увеличивает плотность и крепость костной ткани, которые обычно достигаются поднятием тяжести. И теннис именно рассматривается как спорт достаточно высокого уровня активности, который имеет потенциал строить и укреплять костную ткань. А именно кости рук, бедер, нижнего отдела позвоночника. Также я хотела назвать одним из главных преимуществ тенниса, это то, что он улучшает работу сердца. А именно оказывает положительное влияние на кардиоваскулярную систему, укрепляет сердечную мышцу и снижает холестерин. И еще я бы хотела сказать, что разговаривая со многими теннисистами, и даже на своем личном опыте, что я рассматриваю игру в теннис все-таки для лучшей работы сердца и для того, чтобы сердце дольше оставалось здоровым. Сейчас очень модно такое понятие, как интервальная тренировка, коим является теннис. То есть, когда игрок в теннис быстро бегает, прыгает, то есть совершает короткий спринт и затем спокойно играет. И преимущество такого вида спорта в том, что интенсивность занятия увеличит количество сгораемых калорий и снижает вес. И те, кто играет в теннис хотя бы два раза в неделю, уже имеют намного меньше запасов жира, то есть уменьшается объем талии. Игра в теннис придает огромный импульс, потому что если продолжительная безактивность приносит усталость, то теннис играет совершенно противоположную роль. В тот момент, когда мы занимаемся теннисом и вот этой вот аэробической нагрузкой, у нас что выделяет? Выделяется эндорфин, который помогает, в принципе, повысить бдительность и увеличивает энергию, повышает в тот момент самооценку и избавляет от раздражительности, от обид. Играя в теннис, мы улучшаем свой баланс, потому что когда мы прыгаем, то есть совершаем движение в бок, вперед, назад, это улучшает устойчивость и тренирует наше тело балансировать. Еще что мне очень импонирует в теннисе, то что он тренирует наш мозг, потому что так же, как и в игре шахматы, мы постоянно должны думать, быть сфокусированными и думать, причем быстро, вести счет, разрабатывать тактику, не отвлекаться и, конечно, не расстраиваться, если мы проигрываем. Ну и в конце нужно обязательно, обязательно растянуть мышцы ног и рук, для того, чтобы мышцы оставались эластичными и суставы подвижными. Как до, так и после тренировки, после игры в теннис нужно обязательно это делать.